и расскажу немножко про Тайзен Апчеллендж. Итак, конкурс глобальный, разыгрывается 4 миллиона долларов. Будут награждены 50 лучших разработчиков. Причем отдельно будут номинированы 10 разработчиков HTML5 приложений. Все это проходит до 1 ноября, то есть у вас есть еще месяц. Главное разместить приложение в Тайзен Стори и до 1 ноября подать заявку с ссылкой на ваше приложение, чтобы оно участвовало в конкурсе. Можно как группой, можно одному. Есть 9 номинаций, но глобальные 2 раздела это игры и не игры. В принципе, любое ваше приложение, которое вы придумали, которое у вас есть, оно скорее всего подходит под эти категории. Ну, под одну из, да. Приложение вы можете делать сколько угодно, но, знаете что, выиграть только одно ваше какое-то. А может и не игры. Но будем надеяться на лучшее. Итак, что же нужно сделать, чтобы участвовать? Первым делом просто зарегистрироваться, хотя бы получать новости. От вас ничего не требуется. Затем, нужно заместиться в Тайзен Стор. Это seller.tizenstore.com. Бесплатно. Разместить приложение. Сейчас мы вместе пройдем эти шаги и разместим приложение. Пройти сертификацию. Это 3 дня, если все ок. Дальше вы получаете, что ваше приложение сертифицировано, но оно не будет пока доступно в Сторе, пока не появится первое устройство. Вы с этой ссылки просто отправляете письмо на Тайзен Апчеллендж и есть инструкция, как это сделать. Есть какие-то ограничения, но они, скорее всего, вас не касаются. Они больше касаются, например, меня и Кирилла, что наши жены не могут участвовать и так далее. В общем, все стандартно. Еще раз о 9 категориях. Большие призы. Эти призы будут неравномерно распределены, а, например, в играх 200 тысяч получат первое место, 140 и так далее. Важные ресурсы. Если есть вопросы, то пишите, можете писать мне или Кириллу. Итак, давайте попробуем пройти все шаги по регистрации. Вы ощутите и поймете, как это просто быстро и не требует, по сути, никаких навыков сильных. Итак, проверим интернет. Будем размещать приложение, которое я делал на Каблоне в Петрозаводске. Это было, по сути, чуть больше недели назад. Приложение. Приложение. Приложение выглядит вот так. Оно сделано на фреймворке, называется Backbone. Ну, тут звук еще должен быть, мурлыкающий код. Оно доступно на GitHub. Вот ссылка. Просто развитие памяти. Да, у меня с памяти не очень. Отлично. Нижний левый. Нет, это два левых. Самый левый. Голос от левых. Голос от левых. Наш левых. Наш левых. В левых. Ну, и так далее. Вот еще. Все, мы почти выиграли. Отлично. Вот такая простая игра. Для этого вам нужно обязательно сделать сертификат. Причем, сертификат от сертификата порой лучше помнить. Потому что, если вы его забыли, то это плохо. В общем, вы можете потерять доступ к этому приложению. Не сможете добавлять обновления. Регистрация, еще раз говорю, самая простая. Так. Мы, наверное, не будем проходить ее. Ну, давайте я просто покажу, что там поля самые простые. Мы, естественно, private seller, а не corporate. Пишем. Хорошо видно? Повеличим чуть-чуть. Имя, паспорт, first name, country. Ну, все стандартно. Адрес на английском. Ну, это, скорее всего, для корреспонденции или для выставления счетов, если будете приложение свое продавать. Ну, давай еще отметить, что регистрация она не только очень простая, но, в отличие от других магазинов приложений, она еще бесплатная. По крайней мере, сейчас она бесплатная, поэтому лучше зарегистрироваться. Да, от вас ничего не требуется. Для справки, у iOS это 100 долларов в год, в Android единоразово 25. Ну, в Windows Phone, по-моему, было тоже 25. Сейчас, по-моему, чуть дешевле стало. Что-то 12. Ну, в общем, не важно. Я уже зарегистрировался. Так, у меня уже было какое-то приложение. Сейчас я уже не начал. Сейчас мы его удалим. Все, начинаем с нуля. Справа наверху. New Art. Имя. Проверяем. Доступно, естественно. Заливаем binary. Binary, как я вам уже говорил, делается через, допустим, консоль Web Packaging. Вот мой WGT. И, соответственно, чтобы ваше приложение... Смотрите, этот пакет WGT, это всего лишь CIP-архив. Со всеми вашими исходными катами. Поэтому, если его распаковать, доступ ко всем вашим JS-файлам, он, ну, будет доступен, в общем, в исходном виде. Поэтому лучше использовалась опускация. В Eclipse, в Tizen IDE, это и есть. Там, по-моему, правка, минимайство называется. Файл уберется все комментарии, пробелы и переменуются... переменные будут переименованы. Это означает, что восстановить этот файл довольно сложно. И, по крайней мере, даже его использовать. Собрать, конечно, можно, но... Так, все, окей. А, и важным еще моментом. Вот у меня прошла сейчас загрузка. Я вам покажу вот такой слайд. Необходимо добавить в фичер два таких поля. Мы говорим, какие разрешения будет поддерживать наше приложение. Затем, подготовить иконку 512 на 512. Это иконка, которая будет размещаться в магазине приложений. Там она может быть разная. Потом, подготовить 4 скриншота. Тексты. С ошибочкой, кстати. Подписанное приложение. И запомнить пароль. Итак, давайте перейдем дальше. Сейчас давайте я еще раз покажу, где добавлять вот эти фичер. Как они выглядят. Так, я вам здесь добавлял. Вот раздел фичер. Видите? Два поля. Это два, по сути, разрешения, которые сейчас доступны. VGA и HD. В общем, идем дальше. Здесь же можно разрешить, для каких девайсов мы будем распространять. Делаем details. Ну, вот, можно по resolution. По сути, три устройства, они какие-то предустановленные. То есть, понятно, что сейчас устройств нет, поэтому они, видимо, так сделали. Оставляем все так же. Приложение. Приложение не использует у нас in-app purchases. Делаем not used. с ценой. Дело в том, что, как бы, сейчас нету платных приложений, потому что магазина пока еще нет. Поэтому мы просто оставим для Russian Federation 0 рублей. Начинается продажа сразу, как будет подтверждено. Можно поставить свою дату. DRM. Я ставлю yes. Если мы ставим no, то пишет предупреждение, что ваше приложение может быть, ну, в общем, да, может быть подтверждено. Ну, то есть, это означает, что оно будет зашифровано. Как это будет реализовано, пока мы не можем еще говорить, пока нет финального устройства и финальной сборки. Скорее всего, оно будет зашифровано, и его вот так вот вытащить с девайса не получится просто. Дальше выбираем категорию. У нас это game, подкатегория, там, parquet, например, secondary оставляем, age restriction. Ограничение с 0 возраста. Дальше вот здесь куча данных. Это, на самом деле, больше, наверное, для американского правового поля. Здесь вы взрываете всякие terms shift и так далее, в общем, по поводу лицензии, использования и так далее. Но нам ничего не нужно. Делаем next. Здесь всего три шага. Дальше. Пишем описание на текст. У нас будет this is a cool game. Дальше. Tag. Memory. Cats. Квазит. Идем дальше. Языки дополнительные у нас не поддерживаются. Тоже нет. Иконка большая. Она у меня уже готова. Потом скриншоты. Скриншоты, к сожалению, все четыре надо указать. Так. Готовы все четыре скриншота. Ссылка на YouTube, если у вас есть. Потом e-mail поддержки. Ну, там я какую-то личность свою укажу. Можно и корпоративные, не важно. Там , или плюс? Ага. Вижу. Так. Собственно. Ну и это сообщение с дисковной командой. Ну, можно и угнуться. Типа, пожалуйста, разрешите. Нет. Нельзя. Наверное, просто там нельзя. Сейчас посмотрим. Да. Нельзя смотреть. Да. Ну, собственно, все. Мы пришли к последнему шагу. Здесь еще раз мы смотрим все свои данные. Ну и, собственно, нажимаем Confirm, и это отправляется в сертификонную команду. Свой статус вы можете отслеживать по e-mail, либо прямо там же на панели. Ну, собственно, и все. Спасибо за внимание и вопросы. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...